Департамент экологии совместно с департаментом полиции Западно-Казахстанской области проводят плановые рейдовые мероприятия «Чистый воздух». Регулярная профилактика позволила снижать уровень выбросов ежегодно на 10 тысяч тонн. Что касается автотранспорта, то доля загрязнения от него составляет 30% от общего числа. Несмотря на то, что ситуация в нашей области достаточно благополучная, рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе. Испытательная лаборатория отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии Западно-Казахстанской области аккредитована на соответствие последним требованиям. Только цифры, только факты. Замеры производятся в присутствии специалистов, представителей полиции и самого водителя. Автомобили останавливаются выборочно. Если машина уже пользуется газом, к ней вопросов практически не возникает. Пристальное внимание уделяет дизельному топливу и бензину. Ужитата 35,9%. Это что означает? Это означает, что в норме. Придент допустимая норма 40% у дизельных двигателей. Основная часть проверенных автомобилей во время рейда все-таки работают в пределах нормы. Тем не менее, водители просят не забывать о мерах профилактики и регулярном техническом обслуживании. Как показывает практика, именно это влияет на количество выбросов. Выбросы загрязняющих веществ в первую очередь связаны от состояния машины, от качества. Не секрет, что на сегодняшний день автобусные парки, которые в основном ездят автотранспортно-дизельным топливом. И наша цель, наши планы именно направлены на обновление парка автобусов, и чтобы они соответствовали современным требованиям, в частности, Евро-4, Евро-5. И желательно, чтобы они все в основном переходили на газовое топливо. Признают важность поддержания транспортного средства в надлежащем состоянии сами водители. Виктор Горбунов проводил профилактику несколько лет назад. Поэтому выбросы еще в норме, но уже практически на грани. Ему было рекомендовано не запускать ситуацию. Проверять топливо-аппаратурно, вовремя. Как часто вы это делаете? Я три года назад делал. Три года назад и до сих пор все в порядке? Да. Чаще не требуется? Ну, бывает. Бывает желез, когда плохие, и бывает. В передвижной лаборатории собраны все необходимые приборы. Каждый из них мобилен и выдают точные результаты в течение одной минуты. В данном случае нормы превышены. Поскольку ранее водитель подобных нарушений не получал, ему выдано предупреждение. В случае повторного обнаружения превышение выбросов штраф составит 2 МРП. Последующее нарушение приведет к штрафу в 5 МРП. Основная цель проводимого рейда – улучшение атмосферного воздуха области через профилактику. В первом квартале текущего года в ходе профилактического надзора предприятий было проверено 37 единиц техники, на 8 из которых были обнаружены превышение допустимых норм выбросов загрязняющих веществ. Эти автомобили были направлены на ремонт с последующим повторным техническим осмотром. Что касается крупных предприятий, у которых также есть выбросы, то и с ними проводится работа на постоянной основе. Таким образом, удается ежегодно снижать количество выбросов в атмосферу. У нас ежегодно идет практически снижение общих выбросов по области. Если, допустим, в 2018 году выбросы по области составляли 63 тысячи тонн, то в 2019 году эти выбросы уменьшились практически на 10 тысяч тонн. То есть мы всегда, когда рассматриваем проекты хозяйственной деятельности, значит наша основная цель, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу. Подобные рейдовые мероприятия ведутся на регулярной основе и по всем крупным трассам области. Екатерина Шмидт, Ербомин Дагалиев, Достану Разбаев, телеканал Акжаик. Продолжение следует...